Запасы жидких углеродов планеты. Как обстоят дела? Стоматологическая поликлиника КФУ распахнула свои двери. Тайны Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Мартынов. Выпускник лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Валерий Родионов в составе российской команды завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике IOI-2023 в Венгрии. Олимпиада проходила с 28 августа по 4 сентября. Задания для участников включали два тура, на каждый отводилось по 5 часов. В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня по вопросам рационального освоения запасов жидких углеводородов планеты. В нем принял участие РАИС Республики Татарстана Рустам Миниханов. Какие доклады были представлены, расскажем далее. РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. Ключевой целью встречи стало проведение анализа эффективности деятельности центра, созданного еще в 2020 году. Речь идет о научном центре мирового уровня, основные цели которого связаны с решением проблем прироста запасов доступной, легко добываемой нефти с меньшими экологическими проблемами, в том числе на новых территориях. На повестку дня были вынесены промежуточные результаты работы за 2023 год и оценка перспективы практического применения полученных научно-технических заделов. По словам РАИС Республики, результаты работы центра должны прежде всего найти свое применение в Татарстане, на объектах публичного акционерного общества Татнефть и в малых нефтяных компаниях. Кроме того, Рустам Миниханов отметил успехи Казанского федерального университета, в том числе новые проекты Института геологии и нефтегазовых технологий. Пять наших кузов являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Функционируют три передовые инженерные школы, два специализированных учебно-научных центра, инжиниринговый центр, а также межотраслевой центр трансфера технологий. С докладом выступил инициатор создания центра, проректор по направлению нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Казанского федерального университета Денис Нургалиев. Изначально он представил краткие факты о промежуточных результатах работы научного центра и отметил перспективы их дальнейшего развития. Он также заявил о необходимости наращивания ресурсной базы, в том числе в регионах с развитой нефтегазовой структурой. На данный момент именно это является главным вызовом для России в целом. Глобальные большие вызовы не изменились за это время нисколько, только все они усугубились. Большинство медиков, в частности, сегодня считают, что если не произойдет никаких каких-то принципиальных открытий в области термояда или в области высокотемпературной сверхпроводимости, к середине века около половины энергии все еще будут получать из ископаемого топлива. Научный центр мирового уровня осуществляет свою деятельность, начиная с 2020 года. В 2021 году был создан совет, основной функцией которого является оказание содействия центру в реализации его программы создания и развития, а также подготовка рекомендаций по дальнейшему развитию центра с учетом современных трендов и глобальных вызовов. Елизавета Газизянова, Универньюз. 5 сентября РАИС Республики Татарстана Рустам Миниханов посетил многофункциональную стоматологическую поликлинику медико-санитарной части Казанского федерального университета. Об уникальном оборудовании, образовательных программах и самом главном приеме пациентов расскажем далее. Капитальный ремонт здания шел на протяжении двух лет. Помимо приема пациентов, а их, к слову, планируют принимать до 14 тысяч в год, в поликлинике действует образовательная программа по повышению квалификации для стоматологов. Многофункциональная стоматологическая поликлиника медико-санитарной части Казанского федерального университета будет готовить стоматологов самые разные направленности. Именно здесь студентам представится уникальная возможность получить практические знания и навыки на высокотехнологичном оборудовании. Вот этот многофункциональный стоматологический центр Казанского федерального университета является основой для создания материально-технической базы нашего направления. И, конечно же, это и подарок для нашей Казанской школы стоматологов. Это основа этой стоматологии, где можно уситься и науситься, и стать хорошим врачом. В ходе экскурсии были представлены отделения детской стоматологии и ортодонтии, отделения цифровой стоматологии, учебный блок, кафедры стоматологии и имплантологии, а также отделения диагностики. Продемонстрированы обновленные кабинеты, фантомные и учебные классы, а также оборудование в виде 3D-консультативно-лучевой компьютерной томографии. Для студентов Института фундаментальной медицины и биологии стоматологическая поликлиника – место для получения драгоценного опыта. Рустам Мениханов остался доволен проделанной работы и отметил слаженность коллектива. Десять лет тому назад мы начали обучать студентов-стоматологов в стенах нашего университета на кафедре стоматологии и имплантологии Института фундаментальной медицины и биологии. Дальше, через пять лет, мы открыли, получили лицензии по семи стоматологическим направлениям в ординатуру. Дальше, аспирантора, это уже мы сумели сделать в 2019 году. И в этом же году открыли специализированный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. По словам ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина, ремонт объекта закончили согласно плану в срок. История Казанского федерального университета вновь готова открыть свои двери и поделиться со всеми желающими своими самыми сокровенными тайнами. О том, что таят в себе залы в главном здании, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет – одно из старейших и самых престижных учебных заведений России, основанное в 1804 году по указу императора Александра I. Стены каждого здания хранят в себе многовековую историю и из года в год стараются поделиться ею со всеми, кто хочет своими руками прикоснуться к прекрасному. А вот звание самого богатого истории корпуса по праву получает главное здание Казанского федерального университета. Императорский, белый, голубой залы и множество других помещений наполнены духом того времени и даже после реставрации могут похвастаться эстетикой давних времен. К примеру, зал основной экспозиции Музея истории Казанского университета раньше представлял собой церковь. Она была реконструирована в 1820 году. Прототипом ее стала домовая церковь князя Голицына. В 1825 году она стала полностью функциональна и просуществовала аж до 1923 года. Впоследствии это помещение превратилось в спортивный зал. Здесь проходили, естественно, университетские богослужения. Здесь крестили, венчались. Венчались, причем, профессора, студентов здесь не венчали. Это было запрещено. Здесь также происходило отпевание ушедших уже в мир иной, различных деятелей университета. Церковь, как я уже сказал, закрывается в 1923 году. И после закрытия здесь располагается спортивный зал университета. В фондах Музея истории Казанского университета, в частности, хранится фотография. Как обычный студент, по сути дела, здесь на кольцах висит посредине этого здания. Не стоит также забывать про белый и голубой залы, где ранее располагался зал правления Казанского университета. К 1970 году был создан Ленинский мемориал, и основная экспозиция располагалась именно здесь, а заканчивалась в Ленинской мемориальной аудитории. В 1991 году было принято решение о закрытии мемориала, а все экспонаты до сих пор хранятся в фондах Музея Казанского университета. Ближе к нашему времени зал снова реорганизовали. На данный момент это помещение является важной частью ВУЗа. Конференц-зал, где ректор проводит важные совещания. Остается белых и голубых залов, мы, к сожалению, о них практически ничего не знаем. Предположительно, там ранее располагался зал совета университета или же зал правления университета. Но точно известно, что в конце 19-го, начале 20-го века в тех залах функционировал Музей изящных искусств древности при Казанском университете. И в нем была довольно значительная обширная коллекция, которая впоследствии в середине 1920-х годов была разбросана по различным музеям нашей страны. А вот сердцем главного здания можно считать императорский зал, ныне актовый. Здесь проводят лекции, форумы, конференции и даже концерты. А вот в далеком прошлом, в этом самом зале прошла студенческая сходка, которую своим присутствием почтил Владимир Ильич Ленин. Тогда, в далеком 1827 году, студенты Казанского университета выступили против удушающего университетского устава, тотального контроля над студентами, полицейских расправ над их товарищами и сословных ограничений для получения высшего образования. Кстати, в этот самый день, когда ректор узнал о готовящемся собрании, он предусмотрительно закрыл двери. Однако сообразительные студенты нашли выход из этой ситуации. Они обошли зал и вошли с другой стороны. Двери там были не заперты. К столетию этого события было принято решение о полной реставрации, но безукоризненном сохранении не только общего интерьера, но и мебели, обоев, а также общего расположения предметов. Помимо важных особенностей кропотливой работы над интерьером, нельзя не отметить тот факт, что в период правления императора люстры были закреплены с использованием метода рычагов для удобной смены свечей, приходящих в негодность. В период активной реставрации Григорий Наумович Вульфсон хотел сохранить и этот аспект обстановки императорского времени. Однако рабочие сочли такой способ крепления ненадежным и даже опасным, поэтому надежно закрепили их на потолке. Восстанавливали зал очень скрупулезно, очень долго и причем очень ответственно. Во-первых, не знали, каким должен быть рисунок обоев, потому что на старых фотографиях было очень плохо видно. Стали снимать паркет. Из-под паркета показались обрывки царских обоев. По ним уже, как по пазу, восстановили оригинальный рисунок и заказали в Ленинграде на обойной фабрике. Помимо этого не знали, где найти венские стулья, потому что в университете их просто не осталось. Стали активно закупать такие стулья у города. Узнали, что есть большая коллекция венских стульев в детско-республиканской клинической больнице, лежала у них просто на чердаке. Попросили у больницы стулья и в итоге стульями обменялись, потому что университет отправил в больницу уже совершенно новые стулья. Главным реставратором императорского зала выступал Григорий Наумович Вульсон. На этот пост его выдвинул ректор Александр Коновалов, потому что именно этот человек зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Кроме того, он не просто талантливый архитектор, но и доктор исторических наук и профессор. Под его твердой рукой зал и приобрел вид, наиболее приближенный к облику того времени. Григорий Наумович очень ответственно подходил к реставрации актового зала университета и рассказывали, что он, несмотря на то, что он, будучи ветеран Великой Отечественной войны, на войне потерял часть ноги, все время ходил с тростью, регулярно залезал к рабочим на леса и говорил им, как правильно здесь выстраивать систему, чтобы здесь была хорошая акустика. Но, видимо, не зря залезал, потому что акустику здесь действительно выдержали. Оставив позади прошлое, но ни в коем случае не забывая его, залы главного здания Казанского федерального университета по сей день напоминают гостям и студентам о событиях, которые там происходили. А внешний вид помогает всем нам с головой окунуться в эпоху того времени. Елизавета Газизянова, Маргарита Михайлова, Универньюз. Книги дают нам колоссальный опыт жизни и делают нас мудрыми. Их главная ценность в связи между поколениями. О том, какие тайны кроются в книгохранилище Казанского федерального университета, смотрите в сюжете Виктории Бояринцевой. Книгохранилище – одно из самых загадочных и таинственных мест Казанского федерального университета, о котором знают только его сотрудники. Сегодня мы попали в основное книгохранилище университета, дорожащего в своих стенах огромный массив уникальной литературы. Основное книгохранилище научной библиотеки имени Николая Лобачевского насчитывает около 3,5 миллионов раритетных книг и изданий. Отдел древних рукописей – это цитадель фонда библиотеки. Как отмечает заместитель директора Эльмира Амерханова, книгохранилище – это уникальное здание, построенное по проекту Николая Ивановича Лобачевского, в котором созданы особые условия для хранения раритетов. Это самая крупная коллекция в России арабографических рукописей. Огромное наследие мусульманского мира здесь находится. Здесь очень ценные славянские рукописи, начиная с XIII века. Очень важные тексты для истории нашего региона, включая указы императоров нашим казанским губернаторам. И очень много важных прижизненных изданий с автографами наших великих писателей, поэтов, начиная с Гавриила Ивановича Державина, Третьяковского, Карамзина и многих других. Для того, чтобы поместить весь этот массив ценных документов и старинных изданий, потребовалось построить три этажа в губь под второй учебный корпус университета. Здесь находятся периодические издания разных лет. Например, вот это издание 1891 года. Доступ к литературным и культурным ценностям книгохранилища научной библиотеки Лобачевского имеют и студенты Казанского федерального университета. Любой желающий может прийти и по специальному абонементу, предусмотренным условиями библиотеки, взять понравившуюся книгу. Здесь ведется запись читателей в библиотеку, выдается учебная и научная литература, а также выдается литература, выписанная из книгохранения. Научная библиотека сегодня – это не только богатый фонд книжных достояний, но и комфортная среда для учебы и саморазвития студентов. Помимо того, что ее пространство располагает тремя читальными залами и зоной отдыха, посетители также могут воспользоваться электронными библиотечными ресурсами. Виктория Бояренцева, Амир Ахтямов, Фарид Захитугвы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова